Всем привет! Давно не было роликов разговорных. Ну, технически вышел только один неразговорный ролик, но мне было так одиноко. Было ощущение, что я давно ничего не записывала и ничего не делала. Такое ощущение, что я просто филонила и не выкладывала ролики. Наверное, это звучит очень странно. В любом случае, я по всем соскучилась. Еще раз всем привет. Наверное, стоит извиниться за грустный голос, хотя я не уверена, что я звучу по-грустному, но лично у меня на душе примерно такое ощущение, поэтому, возможно, я звучу немножечко апатично и не очень позитивно. Но я стараюсь звучать как можно более весело. Ну, во-первых, у меня в целом есть проблемы сейчас, и конкретно вот эта тема, о которой мы сегодня поговорим, для меня достаточно больная. Я решила поделиться этой историей, чтобы люди не повторяли моих ошибок. Да-да, это тот самый ролик про хейт моей Брис, который я когда-то там обещала вам. И еще дисклеймер. Ахтунг, внимание, все такое. Скорее всего, будут маты, просто потому что, возможно, к концу ролика я сгорю. Но, чтобы ролик был хоть чуть-чуть позитивнее, в конце него будут работы с моего Draw This In Your Style челленджа. Да, он без дедлайна, да, вы все еще можете поучаствовать в нем. Но я решила хоть как-то поблагодарить авторов за их труды, поэтому покажу вам работы, которые больше всего мне понравились. Но сначала сама тематика, так что погнали. Как видите, на спидпейнте у меня не Брис, это Комишин. У меня не нашлось подходящего спидпейнта, я ничего подобного не рисовала, так что извиняйте. Но ладно. Если вы не смотрели мой прошлый ролик, то, ну, посмотрите, наверное. Я решила сделать мод для игры с Брис, в общем-то, просто потому что думала, что это легко и весело. Но оказалось, что это не легко и, в общем-то, не весело. Это очень тяжело и высасывает абсолютно все силы. Но это абсолютно все можно пережить, ведь я все-таки хочу его закончить, несмотря на весь негатив, который мне попался из-за этого ролика. Но недавно я поняла, что буквально зря взялась за этот проект, просто потому что, а вдруг будет еще больше хейта? Типа, конечно, там есть косяки, и это все-таки демка, и там были хейтерские комменты. Ну, как, в общем-то, под любым роликом есть какие-то хейтеры. Но, несмотря на то, что такое читать неприятно, эти комменты обсирают как бы сам проект, а не моего персонажа. И первое я еще как-то могу вывести. Но если моего персонажа трогают, я просто становлюсь супер-мега-злой и агрессивной, и вообще-вообще никакой не доброй. Пожалуй, это самая худшая моя черта. Я просто не могу пройти мимо человека, который харкнул мне в лицо, я разворачиваюсь и бью его по морде. Вот так и получается срач. И так было, на самом деле, не всегда. Первое время, когда мне писали негативные отзывы о персонажах, я как-то это терпела, игнорировала. Но теперь я поняла, что я не хочу это терпеть, потому что все-таки это мои персонажи, и я хочу как-то отвечать. Вы должны сами понимать, что даже если кому-то не нравятся мои персонажи, это как бы не дает права человеку оскорблять их, и тем более меня. И сейчас с моими персонажами все более-менее хорошо. То есть я уже хоть как-то умею рисовать, и они не выглядят так плохо, как выглядели раньше. Мой скилл раньше портил персонажей, и сейчас они хотя бы выглядят прилично. Вся история с Бриз началась прямо с момента ее первого появления в паблике. Она персонаж как минимум самый странный, по стилю одежды из всех по палитре, ну и вот это вот такое вот. Люди всегда найдут, конечно, до чего доебаться, но с Бриз можно доебаться буквально до всего. И людей не интересует, что все эти штуки в ней объяснены сюжетно. Людям, в общем-то, срать на сюжет чаще всего. То есть это довольно лицемерно, учитывая, что большинство такие, ой, ну вот надо все объяснять логически. Но читать три строчки текста мне лень, так что я просто обосру персонажа, ведь для меня он выглядит нелогично. Да, ладно, это буквально позиция большинства хейтеров, что, к сожалению, грустно очень. Поэтому, ребят, не надо. Ладно, сами стори таймы, наверное. В то время я общалась с одной девочкой, мы дружили с ней хорошо, и вроде как ей было интересно со мной, и ей было интересно, что я там конкретно делаю. Я ее познакомила с моими персонажами, и некоторое время тема не поднималась. А потом она написала мне что-то типа, вот я подумала и решила, ты должна сделать Бриз редизайн. Она выглядит нелепо и плохо. Во-первых, сделай ей волосы, короче, таких не существует. Во-вторых, там поменяй ей цвет шорт, он слишком ярко-желтый. В-третьих, сними с нее шарф и пластырь, потому что это выглядит странно. В-четвертых, а нарисуй-ка ей типа вот кеды дырявые и майку такую же. Она же типа из бедной семьи. Короче, жду арт. Я просто ебать как сильно охуела и сказала ей только одно типа. Хочешь сделать редизайн? Пожалуйста, делай, иди нарисуй его. Я ничего не буду делать. И вообще, что это за критика такая? Все убери с персонажа, и тогда он будет красивым. Не говоря о том, что она буквально предложила одеть ее в дырявые и плохие вещи, только из-за того, что у нее семья небогатая. Хотя это не совсем так даже. То есть, она даже не дочитала дальше первых четырех строчек, я не знаю. Мой персонаж не неряшливый. Он одевается не по стилю. Она так хочет. Она бунтующий подросток, а не бомж, который не может купить себе целые кеды. И все эти предъявы были капец какими странными. Но она еще не раз предлагала мне изменить моих персонажей. Дело было не только с Брис такое. Она предлагала мне изменить и Виолу. Но сама она ничего не делала. Мы не общаемся давно, и причиной были явно не мои осы. Но от друзей хочется слышать слова поддержки, а не вот подобные. Самый масштабный проеб был пару лет назад, когда я уже морально решила начать комикс, и начала отрисовку у всех персонажей и их одежду. Я села и начала прописывать сюжет и историю. У меня есть приложение, в котором я все это записываю полностью. Все, что могу вспомнить, придумать, все сразу же записываю. И даже не только сюжет, а какие-то факты про страну, где они живут, про еду, про жизнь. Ну, в общем, вот такое. Вот вы поняли. Я просто хотела узнать мнение других людей насчет дизайнов, ведь мне хотелось, чтобы персонажи нравились, ну, хотя бы большинству. Спойлер, никогда не делайте так, как сделала тогда я, если не хотите выслушать просто тон и говна. Итак, я загрузила арт Бриса Блейда в один паблик, где люди разбирают осов. То есть, прям с историей и дизайном, ну, по крайней мере, так там написано. По факту это полный пиздеж, так они не делают. Одна проблема этого паблика, точнее, даже не одна. Это не добрый, милый паблик, а группа, где сидят люди, которые не в состоянии выразить свои мысли без матов и оскорблений, причем и осов, и авторов, и практически все персонажи, которые туда попадали, были нещадно отхуярены комментаторами. С чем же я залила в альбом арт, если знала, что так будет, скажете вы? Но дело в том, что паблик публикует разборы от подписчиков, и там обычно как раз обсирают тебя, Перс, твою мать. Но по правилам, если автор залил сам в альбом, то на стену этого персонажа никогда не запостят. В альбомах охват меньше, так что я решила, что лучше я сделаю это сама, чем кто-то скинет их на стену. Итак, я расписала все, что могла, я залила двух персонажей, и чтобы их оценивали вместе, потому что они взаимосвязаны по сюжету, но знаете что? Правильно. Ну, во-первых, про Блейда никто и слова не написал, потому что это буквально самый обычный персонаж, ничего в нем такого нет, в кавычках, конечно же. То есть, ну, буквально ничего. Когда я спросила у одного комментатора, почему, он ответил мне то, что я сказала выше. Во-вторых, текст сюжетом со спойлерами по комиксу, где я объяснила, почему она так выглядит, почему у нее длинные волосы, почему они голубые, почему у нее пластырь и все вот в этом духе. Кстати, он был не супер-мега длинным, он был среднего размера, специально, чтобы его не пролистали. Но, конечно же, его никто не читал вообще. Его проигнорили. Там был один чел, супер-мега агрессивный, он просто написал три длиннющих комментария с обсиранием персонажа. Я бы их показала или зачитала, но дело в том, что эта группа закрылась, и открыла она новую группу, а все альбомы они тупо почистили и удалили все со стены. Получается, что я когда-то зря позорилась, заливала его, потому что теперь кто-то это может сделать вновь. А я уже просто не вывожу такое. Если тогда я хотя бы пыталась, то теперь комикс уже начат. Меня уже не интересует мнение насчет редизайнов. То есть вы должны такое понимать. Самое доброе, что мне писали там, это то, что выглядит персонаж плохо, нереалистично, одевается он ужасно. А когда я сказала, да так он выглядит специально, вы типа читали текст, он сказал, ну ебать, тогда мне тут нечего обсуждать, персонаж говно. Ну и самое абсурдное, это палитра. Мне постоянно, постоянно почему-то говорят, что Брис Сью, а на вопрос почему, ну у нее яркая палитра. Серьезно? Типа по фактам? Я не знаю просто, что здесь сказать. Из-за того, что в ней много цветов, она типа Сью. Окей, ладно. Я бы поняла еще привьяву за волосы, но дело в том, что даже это, даже это все объяснено. Мне часто еще говорят, типа ей волосы мешают. То есть, зачем ты такие сделала? Да, я в курсе, что они ей мешают. В этом и суть. Они ей мешают, но они все еще с ней. Значит, так надо. Боже мой, ладно. Были, конечно, и норм комменты, но их было прям мало. Очень мало. Самое спешное, я просто полистала альбом, и знаете что? Этот чел писал такие комменты вообще всем. То есть, буквально под каждой фоткой. Но было одно единственное исключение. Там был чисто белый персонаж Ульбинос, в белой майке, то есть, ну, весь белый. Арт был по грудь, и только один, никаких полноростов, а в описании персонажа было написано, да вот просто девочка любит сидеть дома и кушать дошек. И челу этот перс понравился. Он сказал, что концепт интересный, а это будет отличным персонажем, и я запомнила это, потому что я пипец какая злопамятная, а еще потому что мне было очень-очень обидно, и я была дико злой на этого человека. В любом случае, он у меня на всякий случай полетел в бан, еще вдруг решит прийти сюда, нафиг оно надо. В целом, таких ситуаций по мелочи было очень много. Это из того, что лично меня задело. И людям чаще не нравятся ее волосы, как я уже сказала, но я, честно говоря, не понимаю, почему нарисованный персонаж не может иметь таких волос. Нереалистично? Ну да, но ведь это арт. Это 2D персонаж, камон. Ей тяжело? Да, так и есть. Они ей мешают. Почему, если этот персонаж мой, и нравится он мне, я должна его изменить ради ноунейма, которому по факту насрать, и он выйдет из паблика и забудет обо мне? Почему у меня не может быть комфортного для меня персонажа? Сука, просто в чем проблема таких людей, я не понимаю. Ладно, на самом деле, с темой Бриз мы закончили. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на меня во всех соцсетях, пишите свои мнения насчет этих ситуаций. И нет, мы их еще не закончили. Сейчас я буду показывать арт из челленджа, как я и обещала. Все авторы подписаны. Эти работы из инсты и ВК. Точнее сказать уж никак не могу. Я их все сохранила в одну папку. Простите, что их не супер много, но вставить все работы в видео просто тяжело. Мне в любом случае понравились абсолютно все работы. Спасибо всем большое за участие. Но сюда я должна была показать просто самые-самые. Всем авторам спасибо большое за участие. Вы еще можете нарисовать, и можете попасть ко мне в сториз в инсте. Но второго ролика с результатами уже не будет, просто потому что довольно глупо растягивать такие челленджи, ну, на несколько роликов. Будут другие челленджи, можете в них потом поучаствовать. И еще раз говорю, всем большое спасибо за участие, и за просмотр. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok